Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И при всем при этом быть управляемыми Богом, будучи смиренными перед Его величием. В прошлый раз мы начали исследовать тему как лидеру, как управителю, как тому, кто имеет дело с людьми, оставаться в тесных взаимоотношениях с Богом. Другими словами, как сказал царь Давид, владычествующим в народе Божьем, как оставаться праведным. Эти слова были произнесены буквально на смертном одре, ну буквально в конце его жизни, потому что этот вопрос волновал его. Я напоминаю то, о чем мы говорили в прошлый раз, для тех, кто забыл и для тех, кто может быть впервые сегодня в нашем собрании и слышит эту тему. Как быть человеку, который постоянно сталкивается с проблемами человеческих характеров, с принятием решений, который является сам смертным, грешным человеком. Как оставаться праведным или как стать праведным и как, в конце концов, быть спасенным. И царь Давид сказал, третий текст, 23 главы Второй книги Царств. «И сказал Бог Израилев, говорил о мне, скала Израилева, владычествующий над людьми, будет праведен, владычествуя в страхе Божьем». По сути, чтобы быть праведным, нужно владычествовать в страхе Божьем. Что такое страх Божий? Мы очень часто встречаемся, как верующие люди, как христиане, как адвентисты седьмого дня, очень часто встречаемся с этим определением «иметь страх Божий». Это не просто бояться Бога. Это даже не совсем точное выражение, если мы будем говорить «бояться сделать что-то неугодное пред очами Божьими», потому что здесь есть элемент страха такого, знаете, нашего человеческого. Здесь имеется в виду «иметь страх Божий» — это значит иметь вот это благоговейное отношение к Богу, в любви к Нему, при этом боясь обидеть Бога, боясь оскорбить Его Святое Имя, обесчестить это имя. Вот что значит «иметь страх Божий». Но как же иметь этот страх Божий? Мы говорим об этом, но что это значит для нас? Другими словами, лидер будет одобрен Богом. Его поведение, его выбор, его решения будут признаны Богом, если он будет поступать и жить по правде. Будет праведным, если будет руководить в страхе Божьем. А что такое страх Божий мы с вами уже определили? Это значит делать только угодное в очах Божьих, в конечном итоге. Это исполнять его закон. А что угодно Богу? Вот так. Если мы отойдем от определения исполнения закона Божьего, это соблюсти его волю, а чтобы знать, в чем его воля, надо знать его характер. Правда? Что из себя представляет характер Божий? Это абсолютная справедливость и абсолютная милость. Как сочетаются в Боге вот эти, казалось бы, два, я не скажу противоположных качества, но даже не взаимоисключающих качества, а в нашем человеческом понимании как бы разные, полярные качества. Как это быть абсолютно справедливым и в то же время проявить милость. Мы с вами читали текст, 15 текст 88-го псалма, в котором говорится следующее. «Правосудие и правота — это основание престола твоего. Милость и истина приходят пред лицом твоим». Милость и истина. Истина или справедливость, правда — это, по сути, синонимы одного и того же слова. В 98-м псалме, в 4-м тексте мы читаем «Ты утвердил справедливость». Когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о Его величии, о Его справедливости, об истине, о правде, мы, как понимающие истину, мы знаем, что это касается закона. Почему? Потому что закон является выражением Божьей воли, Его правления, Божьего характера, это воплощение всей, как говорится, сути, которую Бог выразил в творении, можно так сказать. И, по сути, закон из себя представляет суть того, что существует. Для того, чтобы понять, что такое закон, еще глубже, как нам его соблюдать, Бог дал нам еще понятие, как определенные заповеди, определенные правила, уставы. Это в той мере, можно сказать, помощь или средства для того, чтобы, соблюдая это, исполняя на деле, мы могли исполнить закон. Часто встречается такое выражение в Библии «уставы твои и постановления твои». Это касается, по сути, тех мероприятий, которые помогают нам соблюсти закон Божий. Конечно, можно это все привести к исполнению буквы закона, но апостол Павел говорил, что закон духовен, потому что он затрагивает дух человека. Он касается духа нашего, мотивов наших, поэтому закон является духовным. И если мы исполняем просто правила определенные, которые мы вычитываем в Библии, или постановления, или заповеди, просто потому что это так хорошо, или мы знаем, что за это мы будем наказаны, но это только половина той справедливости, половина того, что Бог заповедал нам делать, потому что это должно коснуться нашего сердца, должно коснуться наших мотивов, почему мы это все делаем. Если мы будем говорить только о справедливости, кстати, справедливость, само слово, но даже в русском языке, оно имеет один корень со словом «правда». И когда мы говорим «праведность», это значит соблюдать истину, соблюдать правду, вести правду. Справедливость и праведность, они очень близки, идентичны, по сути, имеющие один корень. И не только это, имея в виду само слово, но это и суть этого явления, что ли. Когда мы говорим за соблюдение закона человеком, по сути, идентифицируем это с пониманием справедливости, то есть воплощение этого закона в жизни. И человек, который хочет жить по справедливости, который хочет соблюсти закон Божий, и он делает все со своей стороны, это приводит его, в конце концов, к праведности. Правильно? Бог знает, что человеку в нашем греховном состоянии соблюсти закон практически невозможно. Поэтому предусмотрен путь, которым действительно Бог обещает, что он закон вложит в наши сердца. И тогда наши помышления, побуждения, все будут исходить из нашего сердца. Каким образом это происходит? Когда мы принимаем Божью милость, когда мы принимаем Его спасение. И принимая Божье спасение в том виде, как Бог это дал человечеству, когда мы понимаем это все, когда это все становится нашим опытом личной жизни. И когда мы стремимся соблюсти Божье предписание, Божье постановление, потому что мы любим Его. Вот это и есть та праведность, которую мы на протяжении своей жизни, с начала нашего освящения, приобретаем благодаря нашему общению с Иисусом Христом. Когда Бог высказывал такое определение для человека в отношении его поведения, это, по сути, требование, потому что по-другому мы его не можем воспринять, как просто, ну, что-то малозначущее в нашей жизни или же относящееся к нашим чувствам или к нашим желаниям или просто к нашим возможностям, то Бог очень категорично высказывался в отношении своего закона, соблюдающий закон блажен. И это является для нас обязательным. Когда мы говорим о нашей ответственности перед Богом, это не просто какое-то абстрактное понятие, оно очень конкретное. И те требования, которые стоят перед каждым человеком, когда-либо приходящим в этот мир, они одинаковые. Если бы мы могли исполнить закон самостоятельно, Бог не возражал бы. Пожалуйста, исполните. Но в грешном состоянии человек это не может сделать. Поэтому нам послана помощь. Поэтому только тот человек, который имеет доверие к Богу, будет признан праведным. Почему? Потому что это действие Божье от начала и до конца. Эллен Вайт писала, что весь план спасения от самого начала и до самого конца это дело Божье. А как же быть с лидером? Это то общее, что по сути касается каждого человека, живущего в этом мире. Человек, который ответственен за определенную территорию, за определенный, может быть, коллектив, за какой-то предмет он должен исполнить определенные правила. У него есть инструкции, должностные инструкции. У него есть определенные обязанности функциональные. Представьте себе человека, руководителя, который не имеет таких предписаний, который не имеет вот таких определенных инструкций, как ему нужно руководить территорией, как ему нужно руководить коллективом, там, или, я не знаю, учреждением, церковью. Представьте себе такого человека. Будем ли мы иметь уверенность, что нами руководят правильно? Будем ли мы иметь уверенность в том, что этот человек знает, куда он нас ведет? Нет, конечно, правда? Поэтому есть определенные правила для того, чтобы исполнять закон. Бог это дал в Своем Слове, что касается Его общества, что касается Его Церкви. Бог установил определенные принципы, которые даже грешные люди, которые отказались от руководства Божьего, даже атеисты, они все равно пользуются этими принципами. Ну, например, правитель страны, президент, царь, я не знаю, кто еще может быть там, генеральный секретарь у нас когда-то был, ну, по-любому. Календарь. А? Календарь. Календарь. И вот, смотрите, человек, которого избирают как правителя страны. Как его еще называют? Гарантом. Ну, я только в этом году услышала такое слово по отношению к президенту страны. Гарант. Хотя люди в мире это давно уже понимают и знают, что это значит. В его обязанности входит очень многое. Самое первое это быть гарантом Конституции. Вот того закона страны. Правда? Это принцип. Мы можем поучиться этому принципу, допустим, даже исследуя, как устроено государство. Конечно, потому что ничего другого люди еще не придумали. Все равно приходят к одному и тому же. Есть закон, его нужно исполнять. Даже на нашем человеческом уровне. Я вспоминаю, когда вот у нас в стране начались все события происходить. И когда мы начинали молиться о том, чтобы у нас был президент нормальный. И я, по-моему, уже рассказывала этот опыт, но я хочу его как бы в двух словах напомнить. И одна сестра позвонила мне с Германии и говорит, Анна Георгиевна, молите, чтобы пришел такой правитель, чтобы он был чувствителен к Духу Святому. Ну, хорошо. Хороший был бы президент, если бы он слушался Бога. А с другой стороны, я начала размышлять над этим вопросом и думаю, подожди, он должен быть еще и экономистом хорошим. Он должен понимать, как, откуда деньги приходят, куда уходят. Как-то бюджет же нужно строить, чтобы человек был развит в этом отношении. Третье, чтобы он был хорошим политиком, чтобы он уважал другие страны, чтобы мир был везде, чтобы у нас такая миротворческая политика была, чтобы всем было хорошо, не только нам, но и соседям нашим, потому что от этого тоже зависит наше благополучие. И это действительно так. Это то, что касается современного общества. И так себе представить, даже если бы все правители имели страх Божий, если бы они были бережливыми, честными в управлении теми деньгами, которые по сути не один правитель и не 10 человек зарабатывают, а зарабатывают миллионы людей, правда? И что, если он умеет обходить острые углы, умеет ладить с другими людьми, то был бы мир, процветание, все было бы прекрасно. Но мы живем, к сожалению, на грешной земле, поэтому мы и слышим и о войнах, и о военных слухах, и обман, и нарушение закона, все это есть сегодня, к сожалению, в этом обществе. Но давайте мы вернемся к принципу. Итак, правитель страны, что он должен делать? Он должен соблюдать правду, закон. Законы должны быть справедливыми, законы должны быть приемлемыми, они должны быть выполнимыми, они должны быть желанными и так дальше. И вы знаете, есть страны, которые любят свои законы, есть страны, которые уважают свою конституцию, которые гордятся своей конституцией, правда? А есть страны, где конституция там, а жизнь сама идет своим чередом. К сожалению, это опыт грешного человеческого общества. У правителя страны есть правительство. Видите, вот этот корень, вот так вот, мне нравится, правда, правитель, это вести правду, соблюдать правду, правительство тоже отсюда. Это помощники, которые помогают правителю страны соблюдать законы, законы этой страны. А что же касается правителя в теократическом обществе? Возьмите нашу церковь, возьмите церковное учреждение, какие у нас должны быть принципы? Какие наши должны быть лидеры? Какие наши должны быть правители? Как они должны относиться к справедливости Божьей? Я считаю, что только человек, который имеет настоящий страх Божий, имеет право быть руководителем на любом уровне в Божьем народе. Владычествующий над людьми это тот человек, которому Бог доверил руководство с применением власти, с целью спасения людей, народа его, через соблюдение его закона. Вот это суть руководителя в Божьем обществе. Это и пастор, это и администратор церкви, это и руководитель учреждения, это и родители, это каждый член Божьего общества. Каждый должен быть на своем месте, каждый должен в меру своих сил, возможностей, стремлений быть справедливым, вести Божью правду. Быть праведным. Праведность это исполнение истины, правды Божьей на деле, в жизни, практически, каждый день, в любой ситуации. это, во-первых, быть честным, это быть прилежным в исполнении своих обязанностей, это бережливым быть, это умеренным во всем, где-то гибкость проявить, где-то давление, где-то попустить что-то, и, наконец, это быть беспорочным. Это пять качеств, которые принесут успех в управлении. Тот человек будет праведным, если будет соблюдать Божьи принципы в своей жизни, в руководстве своем, в своей работе, в своих повседневных обязанностях. Здесь нужна и физическая дисциплина, здесь нужна духовная дисциплина, здесь нужен порядок. Человек должен стремиться к этому всеми силами своей души. отступлений. в церкви начиналось не сразу. Первоапостольская церковь, которую организовал Христос 2000 лет назад, это было абсолютно справедливое общество, в котором даже взаимоотношения между людьми были особенными. В книге Деяния апостола мы читаем, они даже продавали свое имущество, делили между собой и так дальше. Они понимали так справедливость. Это было проявление их внутреннего состояния. но постепенно все менялось. Почему? Если даже взять раньше время, даже возьмем от Давида, Давид был вторым царем в Израиле, каждый царь, который приходил как руководитель, как владычествующий над людьми в народе Божьем, привносил что-то свое, свои пороки, свои мнения, свои идеи, и все это постепенно разрушало ту твердыню, которую создал Бог. Бог хотел, чтобы его церковь стояла как скала в этом мире, чтобы его народ был примером для всех окружающего народа. Но мы знаем, что были падения, были отступления, периодически приходили те цари, которые пытались в своей личной жизни, а также в жизни общества все поменять и опять встать на рельсы справедливости, исполнения закона Божьего. Тогда происходили реформы, тогда было истинное возрождение, тогда общество Божье начинало меняться. какой мы вывод можем сделать из даже истории народа Божьего? Самым надежным ориентиром в поведении человека, лидера в первую очередь, владычествующего над людьми, это соблюдение воли Божьей. Давид понимал все это и потому высказал вот те наставления, которые мы с вами читали в третьем тексте 23 главы, втором и третьем тексте, которые по сути являются выводом из его посвящения, из его понимания лидерства, из его понимания руководства. И это является по сути наставлением и для нас. Я не знаю, как более точно можно сказать, выразить вот эти слова. Владычествующий над людьми будет праведен, если будет владычествовать в страхе Божьем. До сих пор мы говорили с вами о справедливости, а как же милости. Ведь страх Божий это исполнение воли Божьей, воля Божья отражает понимание знаний его характера, а суть его характера это справедливость и милость. Ну, со справедливостью понятно, разобрались. А что значит милость? Не разрушает ли она Божья справедливость? Не умаляет ли она вот этого нерушимого, что ли, неделимого целого, то, что мы называем справедливостью Божьей? Что из себя представляет по сути милость? Может быть, она является противоположностью справедливости? Как мы понимаем ее? Ну, вот человек нарушил закон Божий, согрешил, но к нему проявляется милость, снисхождение, ну, ничего страшного. Бог тебя прощает. Так мы понимаем милость. Почему? Как мы понимаем милость? Вы знаете, в человеческом понимании вот так вот оно и происходит. Когда мы падаем, когда мы согрешаем, когда у нас отступления какие-то происходят, мы знаем, что Бог готов нас простить. Мы знаем, что Бог проявляет нам милость. Правда? это дает нам уверенность, потому что мы доверяем Богу, то, что Он сказал, прийти к Нему и получить у Него прощение. Вы знаете, мы очень часто применяем в этом вопросе свое личное осуждение, которое касается понимания Божьего характера. Но вот в этом сочетании справедливости и милости Божьей открывается нам глубина Божьей любви, Божьего характера. Это та тема, которую мы будем исследовать не только на протяжении всей своей жизни, но будем исследовать всю вечность, потому что это глубина характера Божьего. почему Бог прощает нас грешников. Какое основание есть для прощения человека? Потому что мы хорошие, потому что мы лучше других, может быть это я такой, что Бог меня прощает, потому что он не может меня не простить. в этом есть более глубокий смысл. Мы стали грешниками, так будем говорить, от Адама, потому что наш прапра отец был обольщен, зло уже существовало. Здесь проявляется Божья справедливость. К Адаму была проявлена милость. Человечеству был дан еще шанс. Мы рождаемся в этот мир и становимся грешниками не по своей воле. Мы приходим в этот уже грешный мир. Тот же Давид говорил во грехе что родила меня моя мать. Мы уже такими стали. Мы уже сыновья и дочери человеческие. Но Бог хочет дать нам титул, статус сыновей и дочерей Божьих. Он хочет нас вернуть в прежнее положение. Милость это Божья? Конечно милость. Тот шанс, который он нам дает для спасения, это его величайшая милость. Это снисхождение к человеку. По сути, мы должны погибнуть были еще водами всех. Нас уже не должно было быть. Может быть, был бы другой человеческий род. я не знаю, как бы оно было, но это не по справедливости, а по милости. Божья абсолютная справедливость проявляется к нам в его великой милости. У нас есть шанс изменить свою жизнь, изменить свое отношение к закону Божьему, признать Божью справедливость, признать его любовь, признать его характер, его правление. Два сына, которые родились у Адама и Евы, это были первые дети, рожденные у человека. Но один принял Божью милость, а другой ее не принял. И Каину казалось, что он абсолютно справедливо обижается на Бога, потому что им приходилось тяжело работать, им приходилось ожидать Спасителя, им приходилось жить неизвестностью, а что потом будет. Так и мы сегодня себя ведем в отношении Божьей милости и Божьей справедливости. Бог всегда на протяжении всех веков учил справедливости свой народ. Каждый человек, нарушающий его закон, должен был быть наказан на себе понести следствие своего преступления. но это его милость. Это Божья милость каждому человеку. Наученный таким образом человек на своем опыте, а также на опыте других людей начинал понимать омерзительность греха, начинал ненавидеть грех, потому что ему нужно было увидеть, к чему грех приводит. Если бы мы не переживали этого, последствий своих неправильных поступков, мы бы никогда не поняли разрушительной силы греха. проявляется здесь Божья милость? Да, потому что Бог смотрит намного вперед. Мы сегодня, может быть, переживаем какие-то неудобства, какой-то стыд, может быть, даже горе, но Бог проявляет в этом свою милость. Милость не может существовать без справедливости, и наоборот. В Священном Писании есть описанный опыт, опыт, пример вот всего того, что мы с вами обсуждаем сегодня. 32-я глава книги «Исход». Пойдем откроем вместе. Это известная всем нам глава, в которой идет речь о преступлении народа Божьего. В то время, когда Моисей взошел на гору к Богу, его родной старший брат остался руководителем вместо Моисея, как его заместитель, что ли. И мы знаем, что в этот момент народ Божий предал Бога, предал своего владыку. когда произошло то, что произошло, а что было? Они потребовали вылей нам тельца у Аарона, тот согласился, и они начали поклоняться этому тельцу, так как они это делали в Египте, тем божествам, которым закончилось, народ стал плясать, играть, ну, то есть веселье началось такое у них. Что присуще было Аарону в этой ситуации? Он проявил так называемую милость к этому народу. Они попросили его, и он согласился. Понравился такой лидер людям, еще бы, они захотели, вот такой у них, ну, я бы сказала, директор такой у них оказался, он все сделал, как они просили. Хорошая ситуация. Но такая милость называется ничем иным, как человека угодничеством. Он пытался угодить людям. Я не думаю, что он проявил эту инициативу, так не сказано в Священном Писании. Он пошел на поводу. И чем это закончилось? Вообще, что такое человекоугодие? Это, по сути, лицемерие, потворство людям и скорости быть угодным людям и скорости для себя. Так сказано в словаре. Понятно, да? Нам надо различать истинную милость и человекоугодничество. Вы знаете, когда нами руководит именно вот такой мотив угодить людям любой ценой. Мы можем предать Бога, как Аарон. И когда Моисеев зашел с горы, он услышал это все. Что он сказал? «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» 21 текст, 32 главы книги Исход. «Что сделал тебе этот народ, что ты ввел его в такой великий грех?» Аарон, а что я сделал? Я ничего не сделал. Вот так вот оно получилось, телец как-то получился, ну, люди веселятся, что здесь такого. Он проявил предательство по отношению к народу. Бог поставил временно его исполняющим обязанности Моисея, руководителя народа. Он должен был охранять, бдительно охранять его духовность, его духовное состояние, его физическое состояние, чтобы этот народ не пал, чтобы он не погиб, а он пошел у него на поводу. Знаете, именно из вот этой личной корости быть угодным любой ценой людям, люди совершают непоправимые ошибки. мы становимся терпимыми к греху. Мы испытываем дискомфорт. Вот так, если мы пошли на поводу где-то у кого-то, мы испытываем какой-то, ну почему я ему не сказал, ну мне так неудобно ему это сказать, ну как это ему сказать, я буду за него молиться, там раз помолился, два помолился, тот не исправляется, ну что я могу сделать, ну я не могу ему ничего сказать. И часто мы по сути предаем этих людей. Дух правительства говорит, что мы жестоко поступаем по отношению к своим собратьям, если мы потакаем греху, который они совершают. То же самое касается наших детей. Когда мы не замечаем в них вот эту склонность к греху и ничего не делаем, когда мы позволяем им делать то, что они хотят, видим, что они заходят, ну вырастет, поймет, ну когда-то образумится, ну буду молиться за него. Друзья, Дух правительства говорит, что мы самые жестокие люди по отношению к своим детям. Это не милость, это угодничество, человекоугодничество. Именно поэтому Моисей сказал, что сделал тебе этот народ, что ты ввел его грех великий. Он фактически обрек Аарон, обрек этот народ на наказание, на гибель, на предательство. Моисей же был праведным, и он сделал угодное в глазах Божьих. А что же он сделал? Давайте мы прочитаем. Давайте с десятого текста прочитаем. Или даже с девятого. сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Это была реакция Бога. Вот так Бог реагирует на предательство, на бесчестье, на людей, которые делают угодное себе, а не то, что угодно ему. И вот одиннадцатый текст. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал, да не воспламенится Господи гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой великую рукою крепкую, чтобы египтяне не говорили на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоих которым клялся ты собою говоря умножая умножу семя ваше как звезды небесные всю землю сию о которой я сказал дам семени вашему и будут владеть вечно и отменил Господь зло о котором сказал что наведет его на народ свой это были действия Моисея он еще не встретился с народом своим но он уже знал что последуют печальные последствия наказание обязательно будет и в каком виде это наказание произошло давайте мы прочитаем с вами 26 по 29 текст и стал Моисей в воротах стана и сказал кто господень иди ко мне и собрались к нему все сины левиины и он сказал им так говорит господь бог израиль возложите каждый свой меч на бедро свое пройдите по стану от ворот до ворот и обратно и убивайте каждый брата своего каждый друга своего каждый ближнего своего и сделали сыны левиины по слову Моисея и пало в тот день из народа около трех тысяч человек ибо Моисей сказал сегодня посвятите руки ваши господу каждый каждый в сыне своем и братья своем да не спошлет он вам сегодня благословением если не знать характер Божий если не знать эту историю вообще жизнь и служение Моисея это страшная история убей брата своего убей друга своего убей ближнего своего братоубийственная война три тысячи человек в один день мы сегодня слышим пять человек двадцать человек погибли десять человек погибли и это война идет понимаете а тут в один день три тысячи человек это милость Божия это справедливость Божия это и милость и справедливость Божия но мы здесь видим еще один элемент как Бог воспитывает своего лидера Моисея это были его действия кратчайшего на земле человека но это еще не все Моисей был таков как он был наедине с Богом он не был с одними человекоугодником таким кротким или кратчайшим человеком а с другими суровым таким убей не жалей и так далее нет в нем сочеталась и милость и справедливость в нем был сформированный характер Божий Бог избрал Моисея не потому что он был лучше других не потому что он был может быть смелее других или там умнее других все это имело место в его характере но Бог избрал этого человека потому что он понимал волю Божью что он имел страх Божий он понимал суть справедливости и суть милости это черты которые присущи характеру Божьему мы с вами прошлый раз вспоминали о юности Давида характеру Давида была присуща мягкость это настолько был мягкий человек даже в его поведении с детьми мы видим его ошибки правда но с другой стороны это был очень твердый человек который когда касалось имени Божьего Божьей чести он был тверд как скала он совершил в своей жизни тоже ошибки как любой грешный человек но мы знаем финал его жизни мы знаем мы знаем величайшее его покаяние и в этом покаянии выражено понимание его понимание характера Божьего да он будет нести наказание он говорит я не отвергаю наказание я буду нести его Господи даже испытывай меня наказывай меня но не наказывай во гневе своем потому что я знаю что ты милостивый Бог я хочу быть похожим на тебя эта жизнь его выражала во всей целостности его стремление его сердца здесь в этой цитате в 23 главе с которой мы с вами начали исследование нашего нашей вот этой темы 2 царств 23 глава выражен уже итог его жизни с учетом всех тех ошибок всех тех проблем которые он пережил в своей жизни он был уверен Боге поэтому он со всей уверенностью сказал вот эти слова которые мы с вами уверенно можем применить и по отношению к себе дух господень говорит во мне и слово его на языке у меня и сказал бог израилев говоря о мне сказал скала израилево владычествующий над людьми будет праведен владычествуя в страхе Божьем и вот 4 и 5 тексты и как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава на земле не так ли дом мой у Бога ибо завет вечный положил он со мною твердый и непреложный не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое каждый из нас имеет желание быть спасенным но это должно быть еще и целью нашей жизни быть спасенными Бог дает спасение на условии если мы научимся ему доверять если нет доверия нет любви нет любви нет доверия и нет любви нет роста нет опыта ничего нет просто стремление соблюсти правила определенные и заслужить спасение это пустой звук Бог проявил к нам милость в том что он дал нам шанс шанс научиться соблюдать закон Божий с его помощью научиться зависимости от него стать лидерами стать людьми которые имеют цель в жизни которым Бог дает видение стать людьми которые умеют принимать решения и нести ответственность за принятые решения Бог хочет сделать нас людьми которые умеют мыслить самостоятельно умеют отстаивать свое мнение которые имеют страх Божий которые посвятили себя полностью Богу которые хотят только одного в своей жизни чтобы эта воля была и на земле как на небе поэтому мы сегодня с вами не просто живем не просто работаем не просто выполняем какие-то повседневные обязанности мы учимся служить может кому-то это больше удается кому-то меньше Бог хочет видеть в нас личности в каждом независимо от нашего возраста независимо от нашей внешности каждый из нас должен быть цельной личностью у которой есть цель отразить своей жизни характер Божий это и есть лидерство настоящее лидерство а отсюда все остальное аминь 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 для